Зерно России Зерно России Зерно России Зерно России У нас был Были сезоны, когда ценообразование менялось. Мы имели такое вывернутое ценообразование, то есть главным доминирующим и, скажем, пиковым уровнем цен по показателям влияния были регионы. То Сибири, то Поволжья. Бывали такие регионы, но в этом сезоне у нас однозначно без юга никуда. Вот по югу и ориентируйся. Поэтому здесь. Как проходит конференция? Вот сегодня первый день. Ну, конференция проходит хорошо, то есть достаточно активно. Была очень оживленная дискуссия с утра, достаточно острые вопросы стояли. Много, на самом деле, высказано здравого и много претензий, в том числе к действующей политике, к тем нормативам, которые относятся к механизму. Ну, нюансов много, я думаю, надо присутствовать на таких конференциях, для того, чтобы понять и вникать в смысл. А у меня есть некое удовлетворение от того, как прошел этот день в рамках нашей конференции. Все три сессии были очень интересными, оживленными и содержательными. А скажите, какое основное назначение этой конференции? Основное назначение, на самом деле, это дать палитру, дать палитру срез некий, различных точек зрения, тех тенденций, фактов, которые мы имеем по рынку. А дальше уже участники сами для себя определятся в выбранной бизнес-стратегии, в тактике, в том, как вести свой бизнес-процесс, основываясь на тех данных и той информации, которая озвучена в рамках этой конференции. В общем, обсудить то, что произошло за год, получается. Ну, мы как бы все равно еще в первой половине сезона, и к чему готовится во второй половине сезона, многих вопрос, и ориентиры очень размытые. Рынок вообще потерял в последние годы какую-то стабильность, ушахается из страны в страну. Конечно, такие ориентиры крайне важны и нужны для того, чтобы сориентировать свой бизнес, свою бизнес-стратегию, как закупать, как там перерабатывать, где лучше позиционировать, чтобы, в общем, бизнес был доходным, чтобы не выпустить много тщетных сфер, это важная вещь.